День народного единства Сегодня как раз наше общество настолько мощно консолидировалось и консолидировалось вокруг нашего лидера и Владимира Владимировича Путина и Сергея Ивановича Морозова, что действительно сегодня это единое консолидированное общество. И сегодняшний праздник День народного единства и символизирует. Вы посмотрите сколько за нашей спиной пришло на такую вроде бы и не погоду, не совсем правильную, но пришло столько людей. А это есть отношение нашего народа к такому празднику вообще, к единству наше общество. Примечательно, что шествие от площади 30-летия Победы до площади 100-летия Владимира Ленина, во главе которого несли 20-метровый флаг России, практически обошлось без представителей власти. Даже на трибуну поднялись не министры и депутаты, а лидеры конфессии, национальных автономий и политических партий. Открыл митинг лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2016». От всей души поздравляю вас с праздником Дня народного единства. Этот праздник имеет поистине историческое значение, смысл которого трудно переоценить. Ведь именно в единство нашего народа позволяло в нашей стране не раз честью преодолевать смутные периоды нашей истории. Именно национальная идея была тем фундаментом, который связывало наше общество воедино. Мы должны гордиться своими героями, нашими достижениями. Кстати, честь поднятия государственного флага была также доверена преподавателям. В присутствии почетного караула ветеранов это сделал директор гимназии номер один города Ульяновска, заслуженный учитель Российской Федерации Алексей Клоков. Подвел же итог к краткому митингу владыка Анастасии. Я всех вас поздравляю с праздником единства народов России, с праздником того, что мы находимся под великим покромом Божиим. И сегодня мы и православные мусульмане и евреи желаем, чтобы Господь даровал мир нашему государству, мир нашей области, мир тем, кто руководит нашими народами. И только так вместе мы сможем преодолеть все трудности и наша страна будет цветущей и прекрасным домом, где будут жить мирно на этой территории многие-многие народы нашего великого государства. День народного единства – молодой праздник. В этом году его отметили всего в 11-й раз. Он практически заменил день Октябрьской революции, который страна праздновала на протяжении почти 90 лет. Но и 7-е число сегодня не забыто. Оно вошло в перечень памятных дат. Дело в том, что 7 ноября сегодня тоже надо переделывать в сознании каждого. Почему? 7 октября, точнее ноября 1941 года был военный парад. И люди с площади, с красной, пошли на передовую. В основном-то они почти все погибли, но из них есть и живые люди. У нас Карабанов Алексей Григорьевич жив-здоров, который участник был парадом Москвы. В Москве 7 ноября 1941 года. Вот теперь сравнивайте два события 7 ноября 1941 года, 7 ноября нынешнего года. Мы говорим, история шагнула вперед, и мы вместе с ней назад не оглядываемся. В понедельник в 3 часа дня на площади имени Ленина состоится митинг, посвященный именно Дню воинской славы России. Годовщине знаменитого московского парада 1941 года. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.